здравствуйте солнечное сырое от прошедшего дождя утро распустилась хребина облетают лепестки яблонь как всегда по утрам прогуливаюсь по участку любуюсь на свои цветы растения которые не особенно торопятся сходить но от судьбы не уйдешь без урожая я точно не останусь знакомьтесь это один из первых огурцов на моих грядках их уже несколько но к сожалению улиткам очень нравятся их сочные побеги уж не знаю что сохранится ну будем ждать у меня сегодня утро начало сюрпризов вышла прогуляться по участку и вот на этой тропинке обнаружила тихоню чуфыря который тащил нечто в зубах бросилась к нему думала что он поймал какого-нибудь птенца с ледкой но оказалось что он где-то исхитрился поймать здоровенную мышь бурого цвета и она была размером с хорошего хомяка возможно это водяные полевки это те крышки которые иногда плавают у меня в ручье но при этом еще имеют обыкновение линия ковыряться в клумбах повидая луковицы тюльпанов реанимировать животное было уже нереально и я оставила добычу чуфырю а второй сюрприз это две ласточки которые залетели ко мне на крыльцо возможно они просто попали туда по ошибке а может быть искали местечко для гнезда вообще-то я была бы очень рада если по ним меня поселились но вчера произошло еще одно небольшое открытие я обнаружила уже начавшие строится гнездо гнездо дороздов и обосноваться они решили вот за этим сооружением туалетом типа сортир не знаю почему дорозды так припозднились те что поселились на большой березе уже по моему давно вывели птенцов а эти вот эти продолжают стройку спугнула на какой-то момент и птица оказалась на яблоня вот теперь будет ждать когда я уйду но зато можно понаблюдать как гнездо строится сначала возводится каркас из глины и земли а затем вся эта замечательная чаша обкладывается сухой травой ну ладно не буду беспокоить пусть продолжает еще одна семейка дороздов на участке это конечно не очень хорошо в отношении ягод но полагаю на все хватит можно и поделиться во всяком случае любые птицы на участке это приятно люблю пернатых полагаю что сегодня я опять успею пробежаться в лес и вернувшись заняться цветами кое-что надо пересадить потому что предстоит очередной покос казалось бы совсем недавно этим занималась а сейчас вон они порхают ждут когда я уйду отсюда а вот сейчас уже трава вымахала так что в тапочках по влажной не особо приятно ходить но мне это занятие нравится и я естественно покажу подкрадываюсь наблюдаю за дроздихой а может быть и за дроздом как же не с увеличением дела хреново обстоят вот гнездо и птица у него засела и затихла торчит головешка затаилась ожидая когда я уйду пытается что-то пристроить у себя в гнездушке и снова махнула за строй материалом ладно пускай строится собираемся на прогулку в лес страшный охотник чуфырь остается за старшего кот я тебя с мыши в зубах последний раз года полтора назад видела добытчик так ну что брать коньку не брать вчера на у меня явно перегуляла не захочет не надо пончик пойдем гулять не малейшего желания ну что щуфырем останешься ладно мы пробежимся что-то поздновато мы сегодня собираемся понки явно будет жарковато валяй сохраняй пойду с карькой каре любительница луж эти водные процедуры спасают ее ото всех неприятностей связанных жарой вообще-то тебя вчера тюленем обозвали уже кто-то отправляется в город а нам туда не надо пару часиков побродили с карькой радькой по лесу любуюсь на распускающиеся листья на то как зеленеют елочки и цветут цветы уже возвращаемся домой и честно говоря отправилась в лес без всякой задней мысли просто хотела полюбоваться на цветы побродить по своим зеленым дебрям но все получилось совсем не так как я рассчитывала оказалось что я возвращаюсь сегодня с полным рюкзаком а иначе и быть не могло хотя не не представляю как лишь ему удалось запомнить что у меня сегодня личный праздник но так оно и есть я сегодня отмечаю день освобождения ровно 13 лет назад заплатила я соседу с грузовой тойоткой погрузила туда свои шмотки и отправилась жить в деревню в то место откуда мне никогда не хотела свою жать и с каждым разом все меньше и меньше мне тянуло в город и вот я здесь вообще по моему быть счастливым человеком это значит делать то что хочется поступать так как считаешь нужным ну естественно жить там где нравится а вот и подарки лешего проходила я сегодня мимо прошлогодней вырубки и внезапно обнаружила в грязи вот такие вот шикарные спилы осины там валяется целая груда всякой всяких деревяшек гнилых негодных для обработки и вот оно получится потрясающая раковина разумеется я все это зачистил ножом чтобы лишний груз не тащить выковырала гнилую древесину а теперь уже стамеской надо будет придать достойную форму ну вот эта чаша и чаша будет достаточно объемный на такую подставочку придумать а вообще-то у таких наростов просто великолепная фактура древесины когда ее отшлифуешь она буквально начинает играть на солнце но вот это полая не рос гриб-трутовик и я полагаю можно будет слепить нечто вроде подставки под смартфон вот стоит замечательно чуть-чуть ну а кроме того изрядный громадный ну пока сырая килограммчику наверно на два с половиной потянет это чала тот самый лечебный гриб который кстати у меня совсем недавно попросили отправила в москву с девчонками ну вот арсенал пополнился так что карька сегодня наш праздник по полной программе состоялся из утречка сюрпризы и вероятно будут продолжаться посмотрим что оно как оно там возвращаясь через поле домой думала что все-таки подарки посланные мне лешим это своеобразный знак действительно пора заканчивать с корзинами и переключаться сном на свою любимую древесину впрочем летом работать с ней несколько сложнее нет не в плане от от обработки а именно потому что в такую погоду сидеть в избе и ковырять любимые даже деревяшки уже не так интересно как это бывает зимой в непогоду если будет много дождей конечно работка пойдет быстрее но пока пока светит солнце и тем не менее я сняла тут маленький сериальчик про плетение корзин кто-то заинтересовался кто-то бросил а напрасно это интересно и вот сегодня я просто хочу в догоночку так завершить начатую тему корзинки сокли долго потому что печку и последнее время топила не часто но затем я сместила вниз все высохшие прутики доплела достаточно массивными те пространства которые оставались и вот эту корзинку я плела поверху белыми прутями с которых снята кора для чего стоечки которые служат каркасом корзины в общем-то могут износиться если они сломаются то в этой ситуации корзинка очень быстро придет в негодность а вот такая оплетка позволяет прожить вашему изделию гораздо дольше почему я их очистила от коры просто иногда когда возвращаешься из леса бывает так что ну лень таскать полную корзину с грибами просто где-то ее ставишь проходишь по поблизости собираешь грибочки приносишь и складываешь но иногда можно загуляться так что корзинка потеряется среди папоротников или коряк вот именно поэтому я решила сделать светлый верх но оплетка делается элементарно вот у меня осталось несколько пустых местечек которые хорошо бы заполнить сейчас этим и займусь маленькие прутики снаружи вставляются таким образом чтобы опирались основанием остойки если что-то лишнее можно будет обрезать и затем изгибаясь продевается изнутри через каждую стойку это достаточно простая ситуация непривычно работать на улице но здесь гораздо лучше чем сейчас в избе в избе тенечек все больше напоминает склеп и вот таким образом извивая прутики продергиваем их и оплетаем корзинку ну таким же образом как будто бы подрубаем ткань ставим прутик около каждой последующей стойки а в конце там там где остались какие-то пробелы ну вот если мне надо заполнить этот промежуток я естественно пропускаю прут вот сюда и продолжаю действовать по той же системе затягивать сейчас их не стану потому что это займет достаточно много времени работенка кропотливая но в принципе если не хотите можно подобную оплетку не делать и вообще и так сейчас я завершу этот процесс и уже завтрашнего дня приступлю к своей любимой древесине но начну я конечно не со своей сегодняшней добычей а с тех заказов которые мне пришлось притормозить а темы там действительно весьма интересные но безусловно работа пойдет медленнее чем зимой в разве можно уйти с улицы в такую погоду ребят я живу в раю а рай это то место где нет понедельников начальников и будильников особенно приятно когда этот рай создан твоими руками хотя и корявыми но с большим энтузиазмом ну что ж всего наилучшего желаю хорошего дня увидимся завтра до свидания